Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. Меня зовут Дмитрий, я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. Вот и пришла весна, а значит совсем скоро начнутся работы в саду и в огороде. Одними из первых на грядках появляются всходы озимого чеснока, а значит пора приступать к подкормкам и рыхлению. Сегодня я расскажу вам о полном цикле подкормок озимого чеснока на весь сезон. Итак, приступаем. Самая первая подкормка чеснока. Как только появятся всходы чеснока, его нужно подкормить азотными удобрениями для хорошего роста. В этот период лучше всего использовать аммиачную селитру. Дело в том, что положительные температуры еще не высокие и азотные удобрения не всегда хорошо усваиваются. Лучше всего усваиваться в этот период аммиачная селитра. Селитру можно использовать в сухом виде и для приготовления водного раствора. Если вы используете селитру в сухом виде, понадобится примерно 30-40 грамм на квадратный метр площади. Если почва сухая, то в обязательном порядке ее нужно пролить, иначе корневая система может пострадать, подгореть при внесении азотных удобрений. Если же вы поливаете грядки с чесноком раствором удобрений, то понадобится 30-40 грамм на 10 литров воды. Готовим раствор, наливаем его в обычную лейку и проливаем грядку. Как и в первом случае, если почва сухая, предварительно ее нужно полить водой. Нужно отметить, что вода не только предотвращает повреждения растений подгорания, но способствует более глубокому прониканию удобрений в почвенные слоя, и растения будут потреблять необходимые элементы питания. Вторая подкормка чеснока проводится через 10-14 дней после первой. Для второй подкормки используем сульфат магния. В этот период у чеснока появляется уже несколько листочков, а значит, необходимо усилить растения питанием, особенно азотом и фосфором. В состав удобрения входит 13% серы и 17% магния. Магний помогает усвоению фосфора в холодной почве, за счет чего начинает развиваться активно корневая система, а сера помогает усвоению азота для активного нарастания вегетативной массы. При внесении сульфата магния азот усваивается в два раза лучше, чем просто при внесении азотных удобрений. Норма внесения данного удобрения 30-40 грамм на квадратный метр. Можно использовать как водный раствор, так и использовать удобрения в сухом виде с обязательной заделкой в почву. Для тех, кто предпочитает не использовать химические удобрения, а предпочитает использовать органические натуральные удобрения, есть иной способ подкормки. Для подкормки можно использовать настой куриного помета. Для такой подкормки понадобится пол-литровая банка куриного помета на 10 литров воды. Куриный помет заливаем 10 литрами воды и настаиваем 5-7 дней. Готовый настой следует разбавить опять же водой для полива. Понадобится одна часть настоя куриного помета на 20 частей воды. Готовым раствором поливаем растения. Это отличная замена азотным удобрениям. В итоге улучшается микрофлора почвы, а растения получают необходимое питание. Третью подкормку, самую важную, проводим примерно через 3-4 недели, когда у чеснока появляется 7-8 настоящих листочков. Для этого используем монокалийфосфат. В этот период для чеснока очень важно получить в достатке фосфор и калий для хорошего развития корневой системы, а также для хорошего образования луковицы. Монофосфат калия можно вносить как в сухом виде, так и приготовляя раствор. Для этого понадобится 30-40 грамм на метр квадратный при внесении в сухом виде, либо такое же количество на 10 литров воды. В этот период возможно засуха, и значит перед такой подкормкой нужно предварительно пролить почву водой. Для приверженцев органического земледелия, для тех, кто не хочет применять какие-либо химические минеральные удобрения, можно использовать также другой способ. Для этого нам потребуется обычная древесная зола. Лучше всего готовить зольный раствор. Понадобится 1 стакан древесной золы, 1 стакан 9% уксуса. Заливаем все в ведро и добавляем 10 литров воды. Получается готовый раствор для полива. В золе много различных микроэлементов, фосфор и калий, которые необходимы чесноку. Достаточно провести 2 подкормки зольным раствором, чтобы растения получили необходимые элементы питания и микроэлементы. Таким образом, за весь сезон мы проводим всего лишь 3-4 подкормки чеснока. И благодаря таким подкормкам урожай будет всегда хорошим. Спасибо за внимание и подписку. До новых встреч!